приветствую вас на моем втором канале где мы более подробно разбираем интересные физические эффекты и научные теории сегодня как раз будет такая улетная научная теория буквально недавно один из зрителей прислал мне письмо где предложил буквально своими руками собрать варп двигатель да то есть ну на таком вот простом примитивном примере проверить эту теорию но этот эксперимент мне даже больше понравился не как проверка в этого знаменитого варп двигателя как возможность создания вечного двигателя если все это заработает ну давайте все по порядку вы конечно же знаете этот знаменитый популярный телесериал звездный путь enterprise еще с прошлого века все это началось а может быть даже кто-то его видел или даже есть фанаты этого сериала ну короче там такая чудаковатая бригада команда бороздит вселенную на уникальном звездолете с варп двигателем ну для тех кто не в курсе я коротко расскажу что такое вот это вот варп технология она кстати очень популярна в научной фантастике имеется некий корабль на борту которого находится очень мощная энергетическая установка которая позволяет сжимать пространство перед кораблем и как бы это сказать его раздувать и расширять сзади то есть получается некая такая вот разность потенциалов и корабль несется буквально через пространство с колоссальной скоростью которая может даже превышать скорость света там многократно поэтому они могут там всю вселенную бороздить там в короткое время там на очень большое расстояние перелетать то есть вокруг корабля как бы образуется некий такой пузырь корабль ничего там как бы никакие двигатели не работают не толкают его он стоит как бы на месте а вот этот пузырь несется между пространством именно так можно преодолеть якобы скорость света а не так как вот по обычному пространству летишь и больше чем скорость света развить невозможно вот такая вот уникальная технология это конечно выдуманная технология но тем не менее вот она до сих пор даже в научных кругах обсуждается там вот на ее основе ведутся какие-то там проверки там какие-то вот даже научные работы пишутся и есть ученые которые как бы допускают возможность существования такого двигателя при наличии вот определенных условий поэтому такая вот интересная технология конечно представить себе как работает этот двигатель не просто тем более сделать вот какой-то эксперимент для его проверки но что мы должны для себя уяснить что вот этот вот корабль с варп двигателем он создает как бы вокруг себя разность потенциалов то есть спереди он сжимает пространство сзади расширяет и вот это вот понятие разности потенциалов оно ключевое в природе в физике для того чтобы что-то двигалась чтобы вообще что-то совершалось потому что смотрите без разности потенциала вот электрический ток не потечет есть разный потенциал он течет нету не течет или допустим вот есть более нагретое тело и менее нагретого движение энергии идет от более нагретого к менее нагретому и так вот все в природе есть разность потенциалов есть движение энергии есть вообще движение вот нам нужно именно добиться вот это вот движение при наличии такого вот при наличии разности потенциалов что предлагает зритель он предлагает сделать очень простую простейшую можно сказать игрушку и на ее основе проверить вот это вот эффект движения будет он или нет ну вот по-простому я даже нарисовал схемку думаю будет все понятно то есть он предлагает сделать некий плавающий объект очень легенький такой видите то есть вода и на поверхности плавает этот объект но этот объект не простой половинка этого объекта вот здесь вот голубенькая она очень как бы хорошо смачивается водой а вот это вот оранжевая половинка она наоборот воду отталкивает и получается что с одной стороны вода как бы прилипает вот этой передней части и как бы тянет на себя а с этой стороны она как бы отталкивается от этого предмета и как будто толкает и по идее вот такая лодочка должна плыть вперед то есть видите такая вот элементарная схема практически даже вот без затрат энергии вот и по идее вот движение должно идти вот в этом направлении давайте соберем такую лодочку и посмотрим что же будет происходить но прежде чем приступить к изготовлению лодочки нам нужно понимать из каких материалов мы ее сделаем для начала давайте найдем какой-нибудь гидрофобный материал который будет отталкивать воду ну например вы знаете что все пластики более-менее хорошо отталкивают воду давайте возьмем обычное оргстекло гладенькое и накапаем на нее немного воды как видите образуются такие вот круглые капельки что говорит о том что вода не растекается по оргстеклу то есть как бы она вроде бы и отталкивается от него но не так хорошо то есть они прилипают к оргстеклу даже если вот наклонить это оргстекло то капельки так неохотно стекают а если истекают то оставляют за собой след то есть есть еще некоторое такое прилипание это не очень хорошо но если это же оргстекло обработать таким вот вода отталкивающим материалом а у меня есть вот такая вот пропитка для кожи очень интересная и я попробовал ею обработать другую сторону этого оргстекла смотрите вот видно даже да какая то есть вот налет и попробуем теперь накапать сюда несколько капелек воды смотрите они тоже как бы сначала прилипают но когда мы наклоняем поверхность они очень легко стекают причем не оставляя за собой никаких следов какие-то мелкие капельки могут конечно держаться но в принципе эффект есть да видите вот они стекают и следов практически не остается то есть мы можем этим материалом пропиткой обработать другой материал для которого у нас конечно лучше всего подойдет пенопласт потому что он легкий для этой лодочки берем строительный пенопласт потому что я не хотел брать такой пористый круглый потому что он будет впитывать воду я взял вот кусочек строительного пенопласта причем смотрите одна сторона у него такая гладкая заводская а вторую я уже отрезал давайте смотрите я вот сейчас опять капну немножко на вот эту вот гладкую сторону капелек смотрите вот раз и они все равно прилипают прилипают не растекаются прилипают и даже при наклоне они не хотят убегать с трудом да то есть эффекта как бы нет но смотрите беру я теперь вторую сторону переворачиваю которую я уже предварительно обработал вот этим вот средством водоотталкивающим и точно также ставлю капельки и смотрите как они охотно уже стекают отсюда буквально вот бегут по ней да то есть эффект есть даже на вот такой вот шероховатой поверхности ну принципе это пропитка как раз и рассчитана для такой вот но бука до чтобы попадать в какие-то поры то есть эффект есть уже здесь вот на пенопласте мы от добились эффекта водоотталкивания хорошо теперь нам нужно найти какую-то поверхность которая будет впитывать ну и впитывать воду а притягивать к себе ну что у меня нашлось под рукой это вот такая резиновая перчатка если опять же мы нанесем на нее воду то как видите она по ней растекается вот так вот то есть в принципе материал такой который вполне так сказать притягивает к себе воду поэтому я отрезал один пальчик от этой перчатки и надел на уже подготовленную вырезанную из пенопласта лодочку то есть у меня получилась такая вот аккуратненькая лодочка с одной стороны у нее вот эта резинка с другой стороны естественно я ее уже опять же предварительно обработал этим средством и нам теперь остается взять и проверить как это все будет работать но для начала я помещу это все в такой небольшой сосуд который наполним водой до краев чтобы мы посмотрели будет ли вообще вот это вот прилипание то есть набегание воды с одного края и как бы вот отталкивание с другого где нет перчатки вот я помещаю нашу лодочку на поверхность и смотрите действительно действительно вот со стороны перчатки мы видим как вода практически забирается на нее то есть идет такое прилипание воды к этой части лодочки а со стороны где она обработана пропиткой мы видим что ну такого прям заворачивание вниз воды нет но этот край лодочки даже такое впечатление что он чуть-чуть выше чем край который находится в перчатке то есть есть такое ну что ли водоотталкивание то есть в принципе в принципе эффект наблюдается но но к сожалению как вы можете заметить лодочка никуда не двигается да печально я даже пробовал в большем таком вот объеме это все запускать никакого движения нет кстати может быть кто-то даже догадается почему тогда напишите в комментариях да этот эксперимент с лодочкой к сожалению оказался неудачным но это не значит что не будет работать космический корабль с варп двигателем потому что между этим кораблем и этой лодочкой есть одна очень существенная разница на борту этого корабля находится очень мощный источник энергии который мы тратим используем и создаем вот эту разность потенциалов и тогда он летит а здесь на борту этой лодочки никакого источника энергии нет мы просто взяли два материала которые ну да работают на притяжении отталкивания но движения нет потому что нет затрат энергии но согласитесь сама идея вот такой вот лодочки как вариант исполнения вечного двигателя она очень интересная смотрите мы не затрачиваем никакой энергии но как бы создаем вот эту разность потенциалов если бы эта лодочка поплыла то элементарно можно было бы сделать такой вечный двигатель да привязать не веревочку и пусть эта лодочка плавает по кругу например по какой-то водной глади представляете в принципе в принципе эта лодочка могла бы поплыть и я даже пробовал сделать это у меня получилось каким образом если бы я на краешек этой лодочки вот здесь вот который смачивается водой просто поместил капельку мыльного раствора и вот тогда когда эту лодочку опускаешь воду она очень быстро движется но вы понимаете почему да мыло начинает быстро растекаться по поверхности и толкает эту лодочку вперед то есть это как бы была бы имитация вот внесения энергии в эту систему понимаете вот поэтому вару двигатель возможно может быть и будет работать если в эту систему все-таки вкинуть вот эту энергию но это будет работать всего лишь один раз то есть вот она поплыла и мыло быстро очень быстро растеклось по поверхности и больше как бы эффекта увы не наблюдается и несмотря на то что этот эксперимент к сожалению оказался неудачным я надеюсь вы не перестанете присылать мне письма с вашими идеями и предложениями которые я обязательно проверю если они будут такими же интересными например как это и не забывайте что у меня теперь есть 3d принтер и я уже готовлю два новых вечных двигателя для проверки и одну очень интересную известную физическую игрушку где немножко переделан принцип ее работы она тоже будет напечатана на 3d принтере скоро я ее покажу вот буквально на следующей неделе эта игрушка но просто зазвучит по-новому новые физические принципы будет будут участвовать в ее работе поэтому давайте подписывайтесь если вы еще этого не сделали чтобы все это интересное ну как бы не пропустить все до следующей недели